Добрый день дорогие зрители, это единственный и неповторимый феном, и сегодня я вам предлагаю очередную часть моего прохождения ралли в игре Гольд Макрай Ралли 2.0. Итак, перед тем как я начну это видео, я хотел бы сказать то, что вы может быть заметили, что есть новый элемент на моих видео, и это мое лицо. Может быть вы хотели, может не хотели это видеть, но об этом вы можете мне сказать в комментах или в личке, но в любом случае это будет новая добавка к моим видео и к моим стримам, и я надеюсь, что вам понравится. Да, планирую я это оставить на все время. Ну ладно, это так, это насчет бонусов, но теперь перейдем обратно к игре. Итак, в предыдущем видео я вернулся на ралли Австралии, и там пошла та же история, что в предыдущий раз. Очень сложный, но на этот раз я умудрился еще больше напортачить, больше ошибок сделать, и по-моему я два раза уехал в неправильную сторону вообще. По-моему, только те две ошибки мне стоили примерно 25 секунд в общем зачете, но очень удачно пройденные последние два участка позволили мне удержать преимущество, очень минимальное, по-моему там больше 5 секунд в конце не было, и удержать преимущество и выиграть ралли Австралии. И таким образом мы сейчас, по-моему, ведем где-то 24 очка, по-моему, у Макрэя, которые по-прежнему держатся на втором месте в общем зачете. Итак, и теперь мы на ралли Кении. В принципе, я думаю, если я могу выиграть это ралли, тогда в общем зачете на Эксперте у меня будет золотой кубок, при условии, что в ралли Италии и Англии я вообще, ну, могу прогрессировать, то бишь я остаюсь в шестерке лучше. Почему они сделали такую механику? Не понимаю. Ну ладно, в любом случае, ралли Кении. Так, коробку передач на этот раз менять я не буду, поставим подвеску нам мягкую. Сила тормозов послабеет, где-то так. И теперь можем отправиться в путь. В прошлый раз ралли Кении я начал очень слабо. Теперь посмотрим, смогу ли я это изменить. Теперь вы сможете уъездить в полный принцип транспорта. Я прикалываюсь. Ха-ха-ха. Может быть, слишком осторожно начал, но пусть лучше будет осторожно, чем в канале. Ничего себе. Ничего себе, ОПС. Опа. Ничего я там не потерял особенно. Так, смотрим, что из этого получилось. Зеленый сектор, это хорошо. Будет продолжать в такой же манере. День второго. День второго. День второго. День второго. Чем же быстрее проехать. То есть, если сложный, тогда... Затем четыре направо. Минд. Затем три на лево. Искро игрушка секунду уже. Затем три направо. Ну, я еще не сдался. Семьдесят. День второго. Четыре налево. Сложный через трамплин. Семьдесят длинный. Три направо. Через трамплин. Затем три налево. Пятьдесят полет. Затем поворот. Три направо. Дальше асфальт. Тридцать длинный. Четыре направо. Хорошо. Там из трассы не вылетел. Сто четыре налево. Пятьдесят полет. И теперь попрямо. И в конце концов, все-таки проигрыш в шесть десятых секунды. Но я ехал, я считаю, очень консервативно. Если честно, только немногим лучше, чем в предыдущий раз. Получается, в этот раз я ехал консервативно. Но в прошлый раз, со всеми ошибками, я ехал все-таки быстрее. Ну, почти быстрее. Скажем так, потому что все-таки я побил свой старый рекорд. Но только на десятое с половиной где-то так получается. А, на. Второй... Второй лишь участок. Уже зашкалил на максимальной скорости. Ну, первый сектор у меня зеленый. Это меня радует. Может быть, это не такой уже большой фактор, как я в начале думал. Вот это была большая ошибка. Здесь я потерял свое преимущество в полторы секунды. Потерял даже секунды еще не потерял, но все равно та ошибка была абсолютно ненужная. Где же я тут потерял? Это по-моему, за все время, пока я еду к Колин Макрэй, это, по-моему, было мое лучшее прохождение сквозь канаву. Я всегда помню, что там были проблемы. Первый раз я там не потерял. И в конце вышли из этого на первом месте почти две секунды опережания. Я бы сказал, очень неплохо. И новый рекорд. На полсекунды быстрее, чем старый. Со всей ошибкой, по-моему, которая у меня была в той канаве. Хотя нет, я, по-моему, там просто проехал по неправильной стороне. И оно просто было помедленнее. Там, по-моему, нигде не врезался. Так. В плане ремонта у нас все хорошо. Да, я подумаю насчет того, где переставить камеру, потому что на данный момент мне кажется, что она закрывает спидометр и еще прочие дела. Но, я не знаю, может, это и не важно. Все-таки. Ну, это вы мне сможете сказать в комментах, если это так важно для вас лично. Я подумаю, что я это могу сказать. Перебрал на тормозах, да? Явно перебрал. Как я там потерял время? Где я там полсекунды посеял? Иногда я не понимаю, где тут теряется время. Да, на полностью... В секторе, где я был на полной скорости, я все-таки потерял немного времени. Но по сравнению с тем, как я проехал в предыдущий раз... Ну да, сектор, который мне занял 21,5 секунды в предыдущем... В предыдущий раз я сейчас проехал за 5,5 секунды. Ну, это как бы все говорит. И теперь вместо минуты 14 у меня рекорд 56 секунд. Семь десятых. Одна минута 14 секунд это было бы стабильное последнее место. 10 секунд отставания от предпоследнего места. Так что здесь, я думаю, я все сделал как надо. Надо рассчитывать на длинные участки. Там надо наращивать свое преимущество. Или вообще получать... Пытаться получить какое-то преимущество. Потому что на данный момент, мне кажется, у меня преимущество... Очень незначительное. На полсекунду. Непонятно. Здесь есть вот эти оранжевые повороты, которые можно проехать на полной скорости. А есть такие, в которых... Ну, никак это не пойдет. Здесь я, по-моему, потерял только ульгу времени. Хотя нет, только тридесятые. Был бы чуть-чуть поосторожнее, мог бы и выиграть там значительное количество времени. Ну, здесь я как-то потерял значительное количество времени. Затем три направо, через трамплин. Тридцать, длинный, три налево. Тридцать, трамплин. День, длинный, три направо. Семьдесят, длинный, три налево. Здесь я выиграл значительное количество времени. Ничего не понимаю. Скажу, как есть. И теперь на полной скорости летим. Затем шесть налево, семьдесят, поворот, три направо. Дальше асфальт, тридцать, пять направо. Затем четыре налево. По-моему, там на торможении потерял много времени. Семьдесят шесть трамплин. Красный сектор. Пятьдесят, длинный, четыре налево. Сложный. Пятьдесят, длинный, четыре направо. Ну, и последний сектор. Что у меня там получилось? Зеленый. Ну, опережение на четыре десятые. Здесь, мне кажется, каждая ошибка будет стоить намного больше, чем в других ралли. Итак, опередил свой старый рекорд еще на две секунды. И общее опережение против Дугаса на секунды шесть десятых. Хорошая новость это в том, что если Дугас где-то сделает ошибку, если он не сможет взять этап, против Макрея у меня, который идет на втором месте, и Бакни, который идет на четвертом месте, у меня опережение в десять секунд. Так что... В этом есть кое-какая надежда, если вдруг Дугас результаты пойдут вниз. Я люблю, когда мне только две вещи надо отремонтировать. Кстати, да, незначительно и тоже незначительно. Ладно, отправляемся на пятый участок. Три. Два. Здесь уже начинаются посложнее вещи. Длины четыре налево. Тридцать длинный четыре направо. Сложный. Видите, этот штурман со мной с... 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 Сложный. Тридцать шесть трамплин. Семьдесят шесть направо через трамплин. Семьдесят три направо через трамплин. Затем шесть. Направо через трамплин. Затем налево. Пятьдесят пять налево. Семьдесят шесть налево. Семьдесят шесть трамплин. Пятьдесят поворот. Два налево. Затем поворот. Пять направо. И налево. Три направо. Небольшой нежданчик-то-то был. Вижу я этот столб. Хорошо, что мы поехали. Столбы могли бы уж слишком затормозил. Там, по-моему, опять где-то секунды потерял. Или половину секунды. Это более-менее получилось. Красный сектор, все-таки. Это было стрёмно. Скажу сразу, как есть. Я не знаю, как я там не врезался в направлении. Это было стрёмно. Затем 6. Направо. И полет. 50. Длинный. 3. Направо. 50. 5. Налево. Затем 4. Направо. 30. 3. Налево. Внимание. Камни. Окей. И в конце концов все-таки зеленый сектор в конце и 5,5 секунды опережения. Кстати, старый рекорд опять побил только на 0,3 секунды. Но опять удачно, удачно удалось проехать те камни. И мне казалось, там было либо камень, либо дерево. По-другому там ничего уже не получится. Но все-таки прошел и на скорости еще при том. Не приходилось тормозить в полную, чтобы избежать коллизии. И общим счетом сейчас преимущество есть уже в 7 секунд. Ладно, следующий участок тогда. Участок номер 6. 3. 2. 1. Старт. 5. Направо. Затем 5. Налево. Затем 4. Направо. 75. Налево. Сужение. Я думаю, перебрался на замене. Затем 5. Налево. 35. Направо. Посмотрим, что время не скажет. 70. Шпилька налево. 20. Ну да. Почти 3 десятые. Вот еще. Перебрался на шпильки. 70. Шпилька. Направо. Здесь пытаемся реабилитироваться. Нет, не получилось. Неудачные шпильки для меня. И это, в принципе, те места, где я, мне кажется, брал больше всего времени. 50. Возможно, все-таки зеленый сектор в конце получился. Но тогда только надо подумать, насколько лучше этот зеленый сектор мог быть, если я проехал эти шпильки чисто. 50. Налево. Затем поворот. Шпилька. Направо. Дальше асфальт. 50. Шпилька. Направо. Затем 5. Направо. Затем 5. Налево. Через трамплин. 30. Возможен полет. Затем поворот. 5. Налево. Дальше грунт. Затем 3. Налево. Осторожно. Камни. Так, тут я перебрал на тормозах. Затем 6. Направо. Затем 4. Налево. Дальше гравий. Затем 5. Направо. И 3. Налево. 34. Направо. 33. Направо. Хорошо. Прямо 70. Ладно, как оказывается, не так хорошо. 34. Направо. 50. Длинный. 4. Налево. 30. Полет. И 4. Направо. Здесь пока что все в норме. 36. Направо. 50. Длинный. 3. Налево. 55. Направо. Интересно. Как-то вот... Ну, ладно, я сейчас закончу этот участок, когда я поделюсь той мыслью, которая у меня сейчас в голове появилась. 35. Налево. 50. 5. Направо. 70. Осторожно. Сужение. Затем. Трамплин. Затем. 3. Налево. И 3. Направо. Окей. Опять опережение на 5 секунд. Очень удачно. Но вот мысль, которая мне пришла в голову, это то, что вот в тех местах, где вот много маленьких этих, как бы, маленьких трамплинчиков, маленьких прыжков, на которых я еду на полной скорости, иногда кажется, что вот не едут на полной скорости, там тормозят. И что любопытно, я сейчас смотрю по секторам. Почти все. По-моему, я выиграл... Я смог выиграть у своего старого рекорда только 3 сектора. В остальных везде по чуть-чуть, по чуть-чуть, но все-таки отставание. И в конце концов, от старого рекорда я отстаю на секунду и три десятых. Ну, участок завершен на первом месте и теперь общее опережение. Ооооо... А вот и вот то, что я говорил. Дугас только на 9 месте в этом этапе и он от меня отстал на 13 секунд. Поэтому общее опережение сейчас у меня уже вдруг взлетело на 22 секунды. И Бака уже теперь не отстает 10 секунд от Дугаса. Так что, это тоже мне удачный момент. Главное не самому держаться хорошо Дифференциал повредил, кстати Очень тяжело Приводной вал, ось Немного повреждена и кузов Тогда тоже можно отремонтировать Ладно, отправляемся в следующий участок Минута 31 Я подозреваю, что здесь я где-то напортачил А, это пустой литерат А на максимум концентрация Затем 3 направо 34 налево Через трамплин Затем 3 налево Затем 4 направо Затем 5 налево Осторожно, камни внутри Затем длины 5 направо Затем 5 налево Затем 6 направо 55 налево 55 направо Затем полет 33 направо 33 налево 50 затяжной 5 направо сложный 30 длинный 3 налево 30 длинный 3 направо Затем 4 налево, затем 3 направо 35 налево, затем длинный 5 направо через трамплин 50 длинный 3 налево через трамплин Затем 6 направо Окей Ну она, похоже, я ошибся в своих предположениях Минуты 30 в конце ей получилось Я опередил свой старый рекорд только на 0,03 секунды Последний сектор, кстати, этому здорово помог Я и отыграл почти секунды Общим счетом, да Новый рекорд И опережение Дугаса на 0,08 секунды И общим счетом выигрыш теперь уже 24 секунды Пока идем хорошо Теперь восьмой участок 1, старт 4 направо 54 налево через трамплин Затем 5 направо 73 налево через трамплин 30 полет Затем полет Затем 5 налево Затем 5 направо 74 направо 70 трамплин и 5 направо 75 налево 75 налево Затем 6 направо 35 налево Затем полет 70 осторожно Сужение через мост И 2 направо 70 Да, через городок нам опять придется проезжать Я смотрю 50 полет Затем 5 налево И 4 направо С камнями лучше осторожно Это не камушки в Финляндии Об которые я все-таки поломал Умудрился поломать свою машину Это уже гуглышники Так что здесь надо быть осторожнее Вот здесь о камнях у меня не пекут предел О, и опять В район 30 фб Который не очень помогает 50 6 налево Через полет 30 полет И трамплин Затем поворот 4 направо 70 поворот 5 направо Затем поворот 6 налево 30 поворот 3 налево 50 поворот 2 направо 36 направо Да, здесь я попытаюсь проехать В максимуме Безопасно Главное проехать И нигде не цепляться Тогда будет хорошо В общем, мне кажется, получилось нормально 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 74 налево 100 5 налево Через трамплин 70 трамплин и налево и 3 направо 50 длинный 3 налево Может быть там мог немного побыстрее проехать Да, красный сектор в конце Но Что у меня главное Это то, что в конце он мне все-таки показывает Общим счетом Зеленое Зеленый цвет Опять рекорд опередил на 2 десятые секунды И в общем выиграл почти 3 секунды У Баки, кстати, Дугас Теперь опустился опять на 4 место И у него я выиграл 7 секунд Но теперь Бака уже на втором месте У него Против него у меня Резерв 28 секунд 27 с половиной Итак, посмотрим, что мне надо отремонтировать Перед последним участком Последними двумя участками Так Да, все-таки все получилось Отлично Ладно, выходим на старт Два участка, которых я до этого еще не проезжал Опять предельно Надо быть осторожным И концентрированным Затем 6 налево Еще тем более, что тут тоже были храбротки Затем 4 направо 100 поворот 3 налево 35 направо Затем 6 налево Затем трамплин 36 направо Через трамплин Может не будет быстро 30 трамплин И 5 налево Затем 4 3 направо Затем трамплин И 3 налево 70 длинный 4 направо Сложный 34 налево 34 налево Да, наверное, поворот это был 34 налево И поэтому он считался сложным Поэтому не было считаться сложным 36 налево 36 налево 36 налево Через трамплин Очень открыто Это не похоже Даже так, как на Кене Это больше похоже На Что-то из моих родных краев Это на Восточной Налево Через трамплин Затем затяжной 5 направо Сложный Так 30 длинный 4 налево Сложный Дальше грунт 50 трамплин Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Очень красиво. Чуть-чуть переосторожничал. Но, в любом случае, в камнях я не хочу оказаться. О-хо-хо, держался на дороге. И пусть и есть красный сектор в конце, но проехал все-таки. 2.12.5. Новый рекорд, разумеется. И опередил Баку на еще 3.5 секунды. Да, Дугас теперь упал обратно на 4 место. И он уже, кажется, не будет моим конкурентом. Конкурентом будет Бака. Итак, преимущество на 30 секунд на данный момент. И теперь 10-й участок. Последний обычный участок. И вам надо ехать в темноте, конечно. Скоростной трассе Кении. Это, скажу, как есть. Это стремно. Уъехать осторожно. На немеря пытаться ехать осторожно. На право через трамплин. 35 направо. 55 налево. 34 налево. 56 направо. Затем трамплин. И 5 налево. Затем поворот. 5 налево. 74 направо. И 5 налево. Через трамплин. Тридцать четыре налево Семьдесят четыре направо Затем три налево Так, хорошо Тридцать шесть налево Затем длины пять направо Дальше гравий Затем пять налево Семьдесят шесть трамплин Пятьдесят шесть направо Через трамплин Дальше грунт и длины три налево Да, там я потерял только что кучу времени Потому что я попросту не знал, где будет поворот Пятьдесят четыре налево Вот здесь реальная темнота Ничего не видно Ничего не понятно Пятьдесят пять налево Через трамплин Что дальше? Тридцать четыре налево Тридцать трамплин Затем четыре О, черт Вот и первая моя большая ошибка Ну и блин Вот это было позорно Не среагировал достаточно быстро Я уже думал объехать это дерево с правой стороны Но Тридцать затяжной Тридцать трамплин Как видите Ну вы сами видели, что из этого получилось Пятьдесят шесть направо Переоценил свою реакцию Семьдесят пять направо Тем более, что это не было сложным Затем Тридцать четыре налево Затем Длинный четыре направо Тридцать длинный Три налево Сложный Тридцать пять направо По-моему, я приближаюсь к финишу Да, вот так и есть Окей И в конце только три секунды отставания Правда, четвертое место в конце получилось Но я думаю, после той большой ошибки В принципе, реабилитация удалась Много времени я не потерял И общее опережение у меня по-прежнему 28 секунд Правда, ремонт теперь точно понадобится Так, управление не повреждено особо Ухлопную трубу в таком случае можно отремонтировать И оси И теперь мы отправляемся в спецучасток Спецучасток против баки И опять же, здесь я сразу замечаю Что график куда-то пропал Можете слышать звуки Тойоты Поблизко Каким макаром меня... Вот, теперь я на первой позиции Я не понимаю, как он рассчитывает позиции На этих трассах Участках 56 направо 50 длинный 3 направо Затем 4 налево Внимание, сужение 34 направо И 4 налево 54 направо 56 трамплин И 6 налево Через 6 трамплин Внимание, через полежание Межа секунда Затем 6 налево 75 налево Осторожно В сужении 35 направо 30 длинный 3 направо Осторожно Через мост Проезжаем мост 30 длинный 5 направо Через полет Затем полет Затем полет 36 налево Да, будет очень близко В конце результат 30 полет И 5 налево 53 направо Переезжаем мост 55 направо Осторожно Сужение 34 налево Затем 5 направо 34 направо Затем 4 налево Это я удачно Проехал И В конце первое место Да, здесь В принципе На этой трассе Если ты не Не прочь жертвовать Кузовом Тогда Можно очень хороший результат Получить в конце концов И Так мне и удалось Опередил старый рекорд На 5,5 секунд Больше чем на 5,5 секунд И В общем счетом Тоже Бака был на втором месте Я его Так как я его сделал Значит я первый Больше на 3 Еще на 3 секунды Увеличил свое Преимущество 30 секунд В конце Опережение И это 12 очков Это золотой кубок И это Peugeot 205 Turbo 16 Неплохо Неплохо И Макрэя я теперь Опережаю уже На 30 очков Таким образом Все что мне остается Это завершить В первой шестерке Последние два Этапа И Победа В общем зачете У меня уже гарантирована В Италии Ну Я знаю что бывает В Италии проблемы Но я думаю Что там я смогу Закончить Ралли На В первой шестерке Без проблем Я думаю Что случится в Англии Этого я не знаю Этого я действительно Не знаю Но в любом случае Удачное ралли Кении И теперь В следующей части Тогда у нас будет Ралли Италии Ну а сегодня Это будет все Итак я надеюсь Что вам понравилось Это видео Если это так Тогда подпишитесь На мой канал Если вы поставите Лайки Или напишите Комменты Это будет Очень-очень полезно И не забудьте Что у канала Есть свои странички В Facebook И Twitter И Вконтакте Ссылку на них Можно найти В описании Этого видео Так же как и Ссылку на Мой Twitch канал На котором Я провожу Стримы По рабочим дням По вечерам И Если вас Интересует Если вас Это интересует Тогда у меня Так же на Twitch Странице Есть Расписание Ну примерно Расписание И Так же Имейте ввиду Что я буду Постить в Twitter Каждый раз Когда я буду Начинать стрим И да На этом Это будет все Спасибо вам За то что смотрели И увидимся В следующий раз